Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневный влогик Хэм Узмен. Сегодня у нас среда, вроде бы. Я сбился, вроде среда. И я уже с утра приехал к нам с Алиской домой, нужно поработать здесь немножко, потому что нужно вообще вещи забрать и кое-какие документы, но я еще и посижу и поработаю, а потом к родителям. И сразу такое ощущение, что вот он, уютный уголок, уютное подземелье наше с Алиской. Включаю сразу Wi-Fi, проверяю на всяких жуков и всех прочих обитателей этого места. Включаем бойлер на две кнопочки, чтобы вода была горячая. Вот так у нас все чистенько, все аккуратненько. Ну да, поработаю. Что-то я забыл, что стола-то здесь нету. Ну ладно, есть барная стойка, я могу всегда поработать за барной стойкой, это не проблема. Вот единственное, что я забыл, чай, но здесь есть. Отлично. Вода здесь тоже есть, так что сейчас попью чаек, раскрою все окна, чтобы здесь было тепло и уютно. 18 градусов после Новосиба или после чего мы туда приехали, помните 16 градусов было? 18 нормально, можно жить! Все, я включил обогреватель уже. Но температура, правда, еще не сдвинулась совсем. Не на десяток, не на одну десятую градусов. Вот так хотел сказать, господи, почему я иногда тупил так? Обогреватель работает, это мое рабочее место на ближайшие часа два, я думаю. Вот, сейчас буду делать, монтировать дела. Вот, делать дела, монтировать дела и посмотрим. Насколько максимум я смогу здесь за два часа разогнать температуру. Я думаю, оставлю этот цвет, этот цвет и тот цвет. И обогреватель пусть шпарит. И окно было открыто, чтобы воздух здесь немножко поменялся. И чаек. Всем привет! Я на работе! Вот, и... Кто знает, я работаю инженером-архитектором. Как думаете, я черчу план, я черчу дом? Я придумаю что-то? Нет? Нифига подобного. У меня сегодня очень классное задание. Ну, точнее, оно уже второй день у меня длится. Мне нужно организовать архив. Классное задание, да? Да, мне тоже очень нравится. В общем, я читаю какую-то фигню. Национальный стандарт Российской Федерации. Ну, понятно. Учет и хранение проектной документации. Инвентарная книга. Журнал учета. И вообще всякое... Вон, смотрите, сколько всего. Просто дофига всяких бумажек. Да, я здесь, типа, помечаю самое главное. Короче, это, типа, между лифтовыми шахтами. Место, такой закуток маленький. И там будет архив наш второй. Потому что первый архив слишком далеко отсюда, от каскада. Вот. И там поставят двери. Сейчас там стоит два металлических стеллажа. На них уже лежат папки. И я так поняла, что мне нужно будет разобрать каждую бумажку, поставить печать. Сейчас покажу, как печать выглядит. Где настоящие печати? Я не знаю, где-то они тут валялись у меня, по-моему, на столе. Сейчас покажу. А, ну вот, например, контрольный экземпляр, архивный экземпляр. И вот такая всякая фигня. Взамен подлинненькая. Короче, в общем, какие-то печати. Ну, вот я читаю, так поняла, что на каждой бумажке, ну, на каждом титульнике нужно поставить определенный штамп. Там что-то написать. И это еще все записать в инвентарную книгу. Это то, что... Типа регистрация, так поняла, данных или что. Короче, я вообще-то не архивариус. Это меня немного напрягает. Потому что у них, вообще-то, есть повышение квалификации, они учатся на этих архивариусов, ну, потому что вообще так должно быть. А мне сказали это сделать. И я вот сижу, я не знаю, сколько его тут рядом со мной, наверное, штук, наверное, 7 гостов всяких. Я не знаю, сколько его начинать. И, блин, это нужно сделать еще до конца недели. Потому что на следующей неделе будет проверка. И если мы не сделаем, если я это не сделаю, то мы не пройдем эту проверку СРО. СРО это, типа... Господи, я забыла, как расшифровываться. Короче, СРО... Прогуглите, кто не знает. Вот. Короче, весело на работе. Да. Пять с половиной лет учились. И... Подрабатываем то секретарем, то архивариусом. Нормально, что? Классно. Почти три часа я здесь работал. Сделал много дел, но... Сделал бы больше, если бы я не монтировал на... Эйре. Потому что все-таки рендер... Рендер тех выпусков... Тех роликов, которые нужно делать. Которые сопровождаются обработкой каждого кадра и каждого звука. Ну, каждую секунду звука, короче. Они очень долго выводятся. Ну, так. Как долго? Минут 15. Шестиминутный ролик. Полностью обработанный со всеми эффектами всякими, прибабахами и всякое такое. Поэтому приходится иногда сидеть просто так и ждать. Вот. Так что сейчас еду до родителей. У них еще помонтирую. Мне еще нужно как минимум сделать сегодня, я думаю, еще два... Минимум три ролика. И тогда будет вообще классно. Так что поехали. Все. Попрощались. Попрощались с комнатушечкой и поехали. Но... Было клево. Посидел за барной стойкой, попил чай. Это классно. И поиграл на барабанах немножко. Видите, даже стул задвинул туда. Все. Приехал я до родителей. Иду по уже известной вам тропинке не из одного влога. Вот, что случилось с нашим Алпи. Его реально разобрали. Полностью всю облицовку. Но есть такое предположение, что, наверное, хозяин протупил. Где-то что-то неправильно сделал. Где-то незаконно, может быть, замутил здесь магазин. Ну и в итоге сейчас продает все материалы, из которого было слеплено это здание. Здание бывшего депо. Но здесь осталось теперь построить стену, как было раньше. И вообще будет прям как в детстве. Капли попадают на GoPro, я завязываю. Смонтировал еще один ролик. Сейчас пойду с барником гулять. Пойду, пройдусь, освежусь, прогуляюсь. И поеду уже домой. Уже Алиска сейчас освободится с работы минут через эдак 45. Вот. Но я, возможно, сразу поеду до каскада. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, я не успею. Потому что сейчас пробки начнутся вечерние. Я поеду сразу к барнику в гости. Да ладно, Барик. И так у тебя в гостях. Давай, собирайся. Где твои эти? Вот они. Я забыл, как они называются. Ну почему у меня опять заляпан объектив? Ну, походу, все, друзья. Началась в Омске пара дождей. Вы видели, как я монтирую в маршрутке. Мне просто нужно было кое-что доделать. И я решил не терять время. Очень долго ехал. Сделал все свои дела. Посидел. Маршрутка, благо, была более-менее удобная. Такая новая. Вот. Сильно не качала. Не сильно укачала. Не сильно качала. Все, ладно. Я уже боюсь замочить камеру. И так иду, как дурачок. Двумя руками ее обнял. Обнял. Не знаю. Алиска уже дома, наверное. Сейчас будем что-нибудь кушать. Что-нибудь смотреть. Правда, мне еще нужно поработать немного. Вы готовы? Да, капитан. Я не слышу. Да точно, капитан. Кто? Кто приготовил пиццу? Это Алиска супер мега пиццу. Кошка, психопатка. Аж вообще в шоке от того, что я здесь кричу на стул. Скачил. Джеки Чан Брюс Ли в джиу-джитсу. Слушай, надо розы, по-моему, уже выбирать. Почему? Дачные розы. Но они подзавяли уже. Нет, они еще нормально. Мы смотрим десятую серию штамма. Десятая? Десятая серия штамма. И, по-моему, это последняя, заключительная серия этого сезона. По-моему, надо посмотреть. Бук лежит там. Я еще немножко, да, монтирую. Чуть-чуть. Еще одна, я говорю, кошка там. Да, кошка там. Кошка. Она в шоке от нас. Короче, Алиска замутила пиццу с грибами. И фарш. Который мы крутили, кстати. Да. А я не помню, мы снимали, что мы крутили? Да. Когда мы машину купили, мы фарш крутили. Если бы не крутили, то нифига бы мы не купили. Кстати, есть новость. Завтра мы забираем свою машину. Вот. Но после работы уже... Мы ее как все поставили там. Она приехала еще позавчера. Ну, да, ну, да. В понедельник вечером, короче, она уже приехала. И там пока то, сё. Вот. Так что будет круто. Жалко еще не пришло крепление для любого стекла. Ааа. Скитонилза. 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 Ну, она только аж в конце октября придет, блин. Ааа, кстати, пришла же посылка по этому. Ааа. Айферфил. По боксбэй. 17 дней она, короче, шла на нас. Ну, вообще быстро давали. Ну, да. Для обыскать. В конце октября тоже дали ее. Да, да, да. Вот. Поедем мы, наверное, в субботу, да? Поедем, да. Ну, мы же не поедем. Ну, мы же поедем после работы. А, в пятницу. А, в пятницу. Чупаковы. А вы, а вы, Чупакка. До семьи работает эта фигня, а не получить можно. Вот мы ржались за этой херней. Каких госуслугов пришел, ботаник? А вы, а вы чубаками? Вот мы с братом еще потом в это выпадали. Я представляю, сколько раз вы это говорили другому. О, вообще. Миллиард. Миллиард и еще 700. Да. Раз, 703. Приятного аппетита. И вот уже по традиции этой недели мы заканчиваем влог словами «А вот только что мы посмотрели серию». Какую-нибудь серию называем. Так вот, сейчас это была вторая серия первого сезона. Третья. Игры престолов. Третья? Да. Третья серия. Сейчас будем смотреть четвертую, но уже в кровати, в нашей импровизированной кровати. Вот. Кстати, я сегодня видел нашу кровать. Она без матраса вообще скучает. Да, я сегодня ночью просто не расстану. Было холодно, на самом деле. И ночью у меня даже горло заболело. Вот. А у меня здесь не болит горка. У меня просто до этого полгода горло болело. Ну, пока холодно там. Да. А потом зима. Зимой везде горло болит. Ну, да. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал, пишите свой комментарий, оставайтесь вместе с нами, потому что завтра, завтра мы поедем за машиной. Знаете, тебя там? Вот. Ну, там. Вот. Вот, поедем за машиной, и это круто. Прям клево. Так что, давайте-ка. Сейчас на него. Подписывайтесь на канал. Завтра будем немножко это переваривать, там все поверим во все это дело. Все. Какая последняя фраза с словом? Что я обычно говорю? Макаки? Нет? Мачете? Параллелепипе? Параллелограмм? Пакедо! ПАКЕДО! Параллелепипе! Параллелепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепепеп